Я говорю громко. Добрый вечер, уважаемые жители. Я постараюсь кратко охарактеризовать ту криминальную обстановку, которая у нас сложилась в 2011 году и доведу, наверное, те новшества в законодательстве, которые у нас уже с 2012 года действуют. Но скрывать не буду. Криминальная обстановка в поселке ежегодно, к сожалению, остается худшей. Рост преступности фактически прослеживается каждый год. Если говорить о 2011, то на территории поселка у вас было совершено 14 преступлений. Это довольно-таки очень много. 12 преступлений было раскрыто, по-прежнему остаются нераскрытыми две кражи. Это кража пилы из квартиры и кража велосипеда. Но по каждому преступлению идет определенная работа. И рано или поздно эти преступления будут раскрыты. Также, к сожалению, на территории поселка всегда отмечаются преступления, относящиеся к категории тяжких. Убийство, нанесение тяжких телесных повреждений. И вот уже в начале текущего года, в первом квартале, значит, совершено уже 4 преступления. В том числе преступления, где, значит, были нанесены тяжкие телесные повреждения. По различным направлениям. Судимые, значит, по категории делам несовершеннолетних и так далее. Поэтому это, конечно же, сказывается. Значит, очень опасаюсь, скрывать не буду, той ситуации, которая связана с градообразующим предприятием. И, конечно же, если будет высвобождение мест, то, значит, как показывает практика, будет рост и, соответственно, криминала. Ну, по вашему предприятию. Пока я не буду говорить, в каком направлении, значит, проверка пройдет, тогда уже будет какой-то и результат. Итак, хотелось бы сказать по применению административной практики, то есть привлечения граждан к административной ответственности. Запрошу. Немножечко предупредить. Вот собаки, да, вы обязаны их содержать на привизе. И если ваша собачка кого-то напугает, а не дай бог покусает, в том числе и несовершеннолетнего, вы понесете ответственность. У вас есть комиссия административная, значит, которая рассматривает эти правонарушения, а если собачка порвет одежду и покусает, рассматривать будет уже мировой суд. И, соответственно, вы понесете ответственность материальную, моральную и так далее. Сустройство. Каждый гражданин вашей, то есть вы, жители поселка Дубровка, должны благоустроить прилегающую территорию. То есть та территория в границах, которая отведена дома и, соответственно, земельным участком. Ежегодно вы должны ее прибирать и содержать, значит, в чистоте. Вот в текущем году, в апреле месяце, вот когда сойдет снежный покров, мы, а именно участковый, пройдет проверку поселка Дубровка по благоустройству. Понимаю, что, значит, заработная плата небольшая, поэтому мы сразу наказывать никого не будем. Дадим, соответственно, вам срок. Как правило, значит, 1 мая мы все стараемся прибрать свою территорию. Поэтому, уважаемые граждане, давайте, значит, с пониманием отнесемся и к работе участкового, который будет приходить к вам. Указывать, чтобы вы после исхода снежного покрова убрали свою территорию, убрали трава, значит, тот мусор, который скопился. И, соответственно, будет вам на это указывать. Но если кто понимать сразу же не будет, то будем привлекать к ответственности. Еще раз говорю, от 1000 до 2 для вас это довольно-таки большая сумма. Поэтому, уважаемые граждане, обратите внимание и, соответственно, с пониманием отнеситесь. Также хотел бы сказать, наверное, вот часто задают вопрос, значит, что транспортные средства, в том числе большегрузы, ходят по поселку. Мы этой проблемой и озадачились. К сожалению, не в наших правах ставить знаки. Этим занимается Дорожный комитет. Поэтому наши предложения внесены. Я думаю, мы с Олегом Валентиновичем еще остановимся, чтобы установить в поселке новые знаки. Те знаки, которые стоят со времен, значит, со времен Советского Союза, да, они не соответствуют, значит, действительности. А это ограничение, значит, по тоннажу, запрет проезда на некоторые улицы большегрузные машины, которые эту дорогу у вас портят, да. Были бы легковые автомашины, я думаю, что бы и проблем с проездом, значит, по дорогам было бы на порядок меньше. Поэтому здесь, конечно же, вопросы к Дорожному комитету. Я свои предложения вынесу по установке, значит, этих дорожных знаков наиболее, тех местах, которые подвержены, да, которые, значит, повреждают дорогу. Посмотрим. Вот. Хотелось бы остановиться. Вот часто спрашивают, значит, по прохождению техосмотров. Функции с полиции сняты. Сейчас все техосмотры будут проводиться в Белых Лунице. Вот сейчас лицензию АТП выкупают, пока, значит, они решают вопросы с закупкой оборудования. Все техосмотры транспортных средств проходят в Верхней Каме и в Слободском. Поэтому, значит, как раньше, в былые времена сюда приезжать никто не будет. И не будет осматривать ваши технические средства. Все, что зарегистрировано, начиная от мотоцикла, заканчивая машина, вы должны будете пригнать в Белую Холуницу в ближайшее время. И, соответственно, пройти техосмотр. Пока в Белой Холунице в течение апреля, наверное, скорее всего, лицензия, значит, приобретена не будет. Очень много сложностей. Поэтому посмотрите, значит. Но еще раз говорю, в течение апреля месяца, пока в Белой Холунице не будет пункта по прохождению техосмотра, мы, конечно же, будем пока закрывать глаза на те транспортные средства, которые не прошли техосмотр. Понимаем, что, конечно же, чем ближе вы пройдете, тем проще для вас будет. Не каждый сгоняет атотранспортное средство в Верхнюю Каму, в Кирск. Поэтому пока, значит, закрываем глаза. И последнее. Очень много охотников прожило на территории поселка Дубровка. 107 человек. На территории района 850. Поэтому, если здесь есть охотники, я хотел бы вас предупредить, что административное законодательство тоже очень ужесточилось. За нарушение правил, значит, хранения оружия штраф будет от 500 до 2000. Он уже есть. С конфискацией вашего оружия от 6 месяцев до года. Поэтому те охотники, кто, значит, знает, как хранить оружие, я думаю, что у вас проблем не возникнет. А вот если вы храните оружие свое на печке или за сейфом, и ходите с этим оружием, значит, в сложенном состоянии по поселку, соответственно, участковый будет реагировать и будет наказывать. Я думаю, не каждый охотник захочет, чтобы у него лишили оружие от 6 месяцев до года. Значит, по правилам перерегистрации санкции тоже ужесточились. Штраф от 1000 до 3000. Поэтому, уважаемые охотники, помните, что разрешение дается на 5 лет. И в течение двух месяцев до окончания разрешения вы должны оружие перерегистрировать. Или оно у вас будет изъято, и вы подвержены будете, соответственно, штрафным санкциям. Обращаю на это ваше внимание. Еще раз говорю, 107 охотников – это очень много. В прошлом году 6 человек мы привлекли к ответственности. Были вопросы. Звонили мне жители, жаловались. Но еще раз говорю, закон придумал не мы. Мы его только исполняем. Участковые мы у вас здесь сохранили. К сожалению, из 15 участковых в том году, с учетом перехода в полицию, 8 было сокращено. Сейчас у нас осталось 7 участковых на весь район. Поэтому мной было принято решение, что во всех больших, крупных поселениях участковый будет работать. Он здесь нужен. Поэтому подрищиха, значит, Дубровка, Полом, Клипковка мы участковых сохранили. Поэтому, уважаемые граждане, один участковый, он, конечно же, с правопорядом справиться не может. Поэтому у нас здесь работает ДНД, но и ваша помощь тоже нужна. Он, конечно же, не ваш житель поселка, приехал из города, поэтому к каких-то вопросам я прошу, чтобы вы ему помогали. Ну а сейчас, есть ли ко мне какие-то вопросы, что касается в том числе и работы участкового? Может, есть какие-то вопросы, связанные с юридическими проблемами? Я постараюсь, конечно же, объективно ответить. Да, у нас есть вопрос. Улица Молодежная. Заезжая в поселок Дубровка, вот заезжая прямо в поселок Дубровка, улица Молодежная у нас. Но там нет ограничения скорости. И летят там со скоростью черт-тистанат локоть. И мы глотаем эту всю пыль. Я еще раз, наверное, более подробно скажу, что не в наших функциях устанавливают дорожные знаки. Мы, орган исполнительной власти, контролируем те знаки, где стоят. Вот. Знаки устанавливает Дорожная служба, которая находится у нас в городе Белая Клыница. Главе вашего поселения нужно выйти с предложениями. Участковый поможет. Где нужно будет установить эти знаки? Если вы внимательно слушали в начале моего доклада, я вам сказал, не дай устанавливать знаки. Мы только контролируем. Спасибо. Еще какие-то вопросы есть? Все ли довольны работой участкового? Молодец. Приятно слышать, потому что, еще раз говорю, часто на участкового жалуются. Обычно жалуются те, которые недовольны правопорядком, да, которые сами его нарушают. Значит, я всегда на связи, мой рабочий телефон 41954. Любые вопросы, связанные с охраной порядка, с какими-то проблемами, с работой участкового, вы можете мне напрямую позвонить, я всегда отреагирую, приеду сам сюда, рассмотрю эту проблему и, по возможности, помогу. Ну, а если больше нет вопросов, спасибо. Проблема обычно больница. Татьяна Андреевна вам расскажет. Тая пустотят. Проблема раньше. Проблема делать. Наши палочки проверяет. Проблема сначала. Сujuё. Тягиво. Пустились. Чёрные два сгlie charged на телефон. Теи.